В России набирает обороты подготовка к акции «Бессмертный полк». Только в Москве в этом году организаторы ожидают миллион участников. 9 мая, в День Победы, без преувеличения, по всей стране, от Дальнего Востока до Калининграда, люди пройдут с портретами своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной. Наш корреспондент Геннадий Картелев встретился с теми, кто готовится к акции в Хабаровске. Когда отправляли на войну, бабушка моя, Екатерина Егоровна, поняла, что она его больше никогда не увидит. Так случилось. Он погиб. Со слезами на глазах она показывает фотографию одного из своих дедушек. Это все, что осталось в память о нем. Из снимков от Илья сделают увеличенную копию портрета. С ним Оксана Индинок займет место в рядах «Бессмертного полка». В Хабаровских школах в эти дни проходят уроки памяти. Ученики рассказывают друг другу истории своих героев. Шестиклассник Кирилл пройдет в «Бессмертном полку» с портретом прадеда Ивана Ванюнина. Он, как и многие дальневосточники, сражался на Советско-японской войне. Летом 1945-го на острове Сахалин в составе 79-й дивизии пошел в наступление в первых рядах и получил смертельное ранение. Надо быть довольно храбрым человеком, чтобы пойти первым. Это, знаете, как поднять дух других солдат. Настраивает очень. Эти дети приступили к репетициям «Песен военных лет». Вместе с родителями они возглавят колонну «Бессмертного полка» в Хабаровске. 9 мая прозвучат знаменитые «Смуглянка» и «Катюша» на главной городской улице. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над трубой. В прошлом году Хабаровский «Бессмертный полк» собрал более 50 тысяч людей. Некоторые преодолели тысячи километров, чтобы присоединиться к памятной акции. Родственники тех героев, и эти родственники уже живут в других странах. Кто-то живет в Китайской народной республике, кто-то живет в Австралии, кто-то живет в Великобритании. И люди приезжали в Хабаровск, потому что отсюда призывались их деды и прадеды на войну. И они несли портреты своих героев 9 мая по улицам города Хабаровска. Тогда же в Хабаровске впервые прошла акция «Бессмертная эскадрилья». Над городом пролетели 10 самолетов, на фюзеляжах которых были портреты героев-летчиков, державших штурвалы в годы войны. И, ребята, самая основная ваша задача – это чтобы в колонии «Бессмертного полка» не было хаоса. К движению «Волонтеры Победы» в этом году присоединились сотни хабаровчан. В него вступают все, кому есть 18 лет. Они помогут привести в порядок памятники, раздадут георгиевские ленточки. А в День Победы будут управлять шествием, чтобы по улицам города шла организованная колонна. Это настолько масштабно, это настолько массово. Я понимаю, что во всех городах нашей большой страны идут люди. Нам сказали, что принимают участие 18 миллионов человек. Это очень много, и для меня это гордость. Хабаровчане продолжают обращаться в архивы, чтобы принять участие в памятной акции. Кому-то не удается найти фотографию родственника, воевавшего за страну. Но это не останавливает. Вместо портрета понесут имя своего героя, чтобы и он встал в ряды бессмертного полка. Геннадий Картелев, Алексей Шьян и Лариса Никитина. Первый канал. Хабаровск.